Девушки отдыхают Приветствую вас, дорогие друзья! Это снова я, ваш телегид по Владимирской области Олег Беспалов. Ну вот и наступила она, унылая пора. И как же прав Александр Сергеевич, о чьей очаровании? Кстати, о чьей очаровании нас сегодня ждет не только в природе, потому что мы приехали в город Гусь-Хрустальный. И именно здесь программа «Я там был» убедится в том, что уникальными и эксклюзивными бывают не только народные промыслы и ремесла, но и целые промышленные производства. Бежим смотреть! Вот, друзья мои, мы с вами находимся не в волшебной пещере Синдбада, а в образцовом зале Гусевского хрустального завода. Одного из старейших и известнейших предприятий Владимирской области. И не мудрено, ведь еще в середине 18 века орловский купец Аким Мальцов перенес сюда свои заводы, потому что ближе, чем за 200 верст от Москвы, стекольные заводы строить было просто нельзя, боялись пожаров. И, кстати, именно этот завод составлял прямую конкуренцию императорскому стекольному заводу. Так что, друзья мои, мы с вами находимся действительно в сокровищнице. И прежде чем познакомимся с различными этапами изготовления вот такого чуда, мы, конечно, познакомимся вот с этими чудесными предметами искусства. И в этом нам поможет хранительница этой сокровищницы. Здравствуйте, Галина Михайловна Власова, настоящий историограф Гусевского хрустального завода. Расскажите нам, пожалуйста, что мы здесь видим? Вот прям буквально здесь это какие-то кубки, наверняка для каких-то сумасшедших важных соревнований. Это стенд спортивной тематики. Здесь Кубок России по футболу, конек, чемпионат мира по фигурному катанию, гран-при по фигурному катанию, волейбол, футбол, теннис. То есть даже мировые первенства, это все было здесь. Это все выполнено на нашем предприятии. Галина Михайловна, мы здесь видим не только кубки для самых крупнейших соревнований, но и различную посуду, вазы, художественные изделия. Расскажите, пожалуйста, каким образом появляются вот эти цвета на хрустале? Вообще, что такое хрусталь? Как это изготовляется? Это песок, сода, доломит, свинцовый сурик. И вот это все при 1450 градусах происходит варка. Далее идет охлаждение, и при 1200 градусах начинают работать мастера-водувальщики. А вот эти цвета когда появляются? А цвета появляются в каждом горшке, варят свой цвет. Чтобы получить синий, добавляют кобальт, редко земельный элемент. Чтобы зеленый хром, чтобы красный селен, чтобы фиолетовый марганец, такие красители. Но есть еще редкие цвета, как, например, эрбий розовый хрустальный. Мы можем посмотреть? Его можно и нужно посмотреть. А редко земельный элемент эрбии, он придает вот такой розовый красивый оттенок. Честно признаюсь, я такого вообще никогда не видел, такого многоцветия хрустального. Неодим сиреневый. А сочетание неодим с эрбием дает вот такие различные оттенки. Хочется спросить, а кто были вашими самыми такими, самыми заказчиками важными? Самыми важными была администрация президента. Так, что для него изготовили? Для него царь колокол делали первые, царь пушку делали. В свое время делали для патриарха Алексия. Вот, вот, вот я вижу здесь портрет патриарха. Это для него было изготовлено, да? Это для него, это у него подарочный фонд. Кроме этого, мы делали для него митру, посох хрустальный, ну и много других подарочных изделий. А для зарубежных гостей, каких-нибудь министров там, я не знаю. А для зарубежных гостей очень много делали вазы с портретом. Здесь у нас, к сожалению, этого нет, но... Потому что единичные работы были, конечно. Да, для многих глав государств это было изготовлено. Как вообще происходит процесс вот придумывания хотя бы вот этого всего? Это какое-то дается задание художнику? Или он сам приходит на завод и говорит, я такое придумал, давайте это сделаем? Цель нашей работы после возобновления производства – делать уникальные авторские работы и удивлять всех, создавая новые рисунки, новые формы и новые цвета. Ну, наверное, прежде всего мы познакомимся с художниками, которым приходит в голову такое чудо. Идем? Идем. Ну что ж, друзья мои, самое время познакомиться с тем, как работают художники хрустального завода, как работают те самые люди, которые придумывают то, чем мы можем просто любоваться, то, чем мы пользуемся и каждый день, и то, что приберегаем для самых ответственных, праздничных и торжественных случаев. Именно эти люди придумывают призы, они придумывают кубки, они придумывают подарки для очень и очень значимых людей, таких как короли, принцы, шейхи. Друзья мои, разрешите мне представить вам Владимира Ивановича Касаткина, мэтра художественного цеха гусевского хрустального завода. Здравствуйте! Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит и как рождается то, чем будем дальнейшим пользоваться? И на что будем любоваться? Вот в данном случае я сразу веду три работы. Это для Ханты-Мансийска. Это ведь у нас будут зимние столицы, насколько я помню. Да. Вот я это самое смекаю, как это все будет. Вот я даю размер этой подставки. Размер 30 сантиметров высоты, ширины тоже где-то так. И вот такая вот приблизительно конструкция, которая будет находиться на этой подставке. И вот эта вот плоскость, на которой будут изображены вот эти вот рисунки. Это работа сейчас у вас на уровне эскиза. Я смотрю, а здесь вот уже что-то вы уже прикинули. То есть, видимо... Да, это вот как раз для творческой работы, которая у меня будет. Я думаю сделать такую композицию, которой бы была форма. Например, вот такая высота. Такая вот. Вот высота. Конусообразная. Конусообразная. На которой здесь будет у меня там архитектура, дома, церкви нашего региона. А это вот летящий какой-то, пускай это будет спутник, вот такой вот летящий. Это вот эскиз, который я уже наметил, чтобы это здесь было вот где-то вот такой вот рисунок, где видите вы изображение. Видя облака мы видим, церквушки видим, дома видим невысокие. Да. Наш город имеет очень хорошую архитектуру, потому что здесь поработали знаменитейшие архитекторы. А еще меня вдохновила вот эта вот книжечка Муром, которая имеет очень много прекрасных достопримечательностей. Видите? И вот я хочу туда тоже внести вот эту вот архитектуру. Я вижу в том творческом беспорядке, в котором разберется, наверное, только хозяин, самые разнообразные предметы, о которых хочется вас проспрашивать. Вот что это такая за рюмочка, для чего она нужна? Почему она такая крошечная, почему она такая маленькая? Вы знаете, когда-то наш завод выпускал рюмочку небольшую, которая называется «Муха». Муха? Вот, да. Она была сделана для того, чтобы те люди, которые зависимы были от вина, в каждом шинке или там магазинчике, или вот в этом кафе находилась такая маленькая рюмочка. Рюмочка. Он приходит, ему наливает, и он уходит с Божьей помощью. Он идет дальше в следующий шинок. А наливает бесплатно? Да, бесплатно. Обязательно. Это такая благотворительность. Это для того, чтобы... Это человеческие отношения в этом. И у меня было сделано, ну, целая серия этих различных. Да, мы смотрели. Но меня они вдохновили в нашем музее. И рюмочки, и стопочки, и логички. Да, да, да. Разных форм, я смотрю, вы сделали эти мухи. Ага. У нее какая-то есть определенная емкость или просто капелюшка? Вы знаете, да, капелюшечка. Итак, это маленькая тулика того, что вот это вот делается. Большое вам спасибо, Владимир Иванович, за интересный рассказ, за знакомство. Я думаю, что теперь наши зрители знают, откуда все начинается. Ну, а мы пойдем дальше путешествовать по цехам и по различным кабинетам завода. Слава вам успеху. Всего доброго. До свидания. С широкой дороги вам. А вот то самое место, где происходит таинство варки стекла и первоначального воплощения в жизнь идей художников. Работает здесь вовсе не стеклодува, как я раньше думал. Профессией это называется выдувальщик. Жидкое стекло оказывается очень податливо. Для изготовления изделий вовсе не надо надувать щеки помидорами, как играющий на трубе Луи Армстронг. Иногда вообще достаточно резиновой груши, как на старом пульверизаторе. Здесь выполняют и декоративные изделия, и самые что ни на есть функциональные. Например, бокалы. На бесцветную хрустальную основу чаши добавляют синюю, окрашенную кобальтом накладку. Потом мастер алмазным диском нанесет по цветной поверхности рисунок, под ним обнажится прозрачная основа, и бокал заиграет. Отдельно приваривается ножка и донышко. Буквально все здесь ручная работа. Любознательным туристам можно примерить эту профессию и попробовать выдать, ну, хотя бы шар, ее лучную игрушку. А вы тоже в детстве пробовали сами варить леденцы? Тоже плавили сахар в сковороде? И эту горячую карамель через трубочку для коктейля выдували? И тоже ничего не получилось. А скажите, пожалуйста, можно ли мне попробовать что-нибудь выдуть? Так, сейчас мы попробуем. О, что-то такое пошло. Держите. Так, держите. Так, 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 так. То есть самое главное, чтобы эта штука у нас не свежилась, как капелька. Самое главное, чтобы она была... Маленько поддувать. Да, то есть... Иначе они все время... Понимаете? Ой, не льдуйте. Прям большая гуча, усилочная игрушка. Нет, ну вы что, мы просто... Если даже она получится, крива, я скажу, что такая была додумка. Да, да, да. Мы современные, не знаем. Еще поддувать. Еще поддувать. Ага. Опа, почти круглая получается. Куда надеемся. О, почти круглая. Спасибо, спасибо большое. Науку. Что, в форму нет, да? Наверное, в бой пойдет все это дело. Ну, мы заказываем другой, что-то сейфим потом. И то правда. Друзья, я, конечно, не буду тешить себя надеждой, что шарик, в выдувании которого я принимал участие, превратиться в какое-то изделие, потому что для домашней елочки он, пожалуй, великоват, а для городской недостаточно совершенен. Ну и пускай он идет в бой, зато я попробовал себя в роли выдувальщика. Стеклодувный цех изделия покидает вот по этому конвейеру, где температура изделий уменьшается с 500 градусов до 100. Оно очень постепенно для того, чтобы снять напряженность. Вон идут бокалы двухцветные, за изготовлением которых мы с вами наблюдали. Вон та большая-большая наплывина на них называется колпак. И сейчас этот колпак будут срезать. Пойдемте посмотрим. Вот несмотря на то, что люди здесь занимаются нанесением грани и рисунка на изделие, цех этот называется шлифовальный. Профессия у этих людей шлифовщики. Давайте мы с вами вместе посмотрим все этапы именно этой стадии производства. Первонаперво, конечно, нужно обозначить рисунок, который появится на готовом изделии. Его наносят маркером. При этом, если работа не авторская для выставки, то вполне возможно творческие импровизации. А потом все написанное пером, если и не вырубается топором, то уж точно вырезается алмазным диском, шлифуется, полируется, доводится до ума. Где нужно, появляется матовая поверхность, где необходимы сверкающие грани. Интересно отметить, что мастера не всем участкам выполняют какой-то один заказ. Каждый занят чем-то своим. У кого ваза, у кого бокалы. У одних серийные изделия, у других абсолютный эксклюзив. Друзья мои, производство здесь достаточно шумное. Нам наконец-то удалось улучшить минутку, когда все останки замолчали, для того, чтобы немножечко поговорить с начальником цеха декорирования. Ольга Алексеевна, мы к вам идем. Сколько нужно учиться такому мастерству, для того, чтобы стать мастером шестого разряда, например? Это дело не столько в учебе, сколько в практике. В практике. Дело в практике. Учиться, конечно, раньше было школа ФЗУ. Сейчас учиться на месте. То есть наставник, учат своих учеников. И они уже делают такие прекрасные изделия. Ольга Алексеевна, большое еще вам спасибо. Мы побежим дальше. Здесь столько всего интересного. До свидания. До свидания. Ну вот, друзья мои, мы с вами познакомились, по крайней мере, с основными этапами изготовления изделий из хрусталя. После участка декорирования они в очередной раз проходят контроль качества, после чего поступают сюда, в салон, где вы можете приобрести то, что вам понравилось, безо всяких магазинных наценок. Но ведь наша программа «Я там был», она же носит практический характер. И именно за практическим советом мы сейчас обращаемся к Анне, которая является начальником отдела продаж. Вот перед нами образцы различной посуды. Расскажите нам, пожалуйста, какие напитки из какой посуды нужно пить. Хорошо. Начнем мы тогда с вами с самых маленьких емкостей на ножки. Вот из этой рюмочки мы пьем крепкие напитки. Это водка, также может быть это коньяк, а перейти в настойки. А как же стопочки? А как же вот такие вот коньячные в виде вот чаши? Сейчас мы до этого дойдем. Вот для начала идет вот такая, крепкие напитки. Также коньяк пьется. Мужчины больше предпочитают не на ножки все-таки, а стопочки. Есть такая. Для коньяка также идет вот такой вот фужерчик. Чтобы можно было согревать напиток. Вот именно согреть напиток. То есть это получается для хорошего коньяка, а это для так себе? Нет, это женский коньяк. Женщины все-таки предпочитают и тонченную ножку. Не любят они греть. Для любителей хорошего виски со льдом. Вот он, бокал, настоящий для мужской руки. Анна, расскажите, пожалуйста, у нас не принято пить шампанское из широких, бывает, вот таких вот бокалов. Почему-то у нас на Новый год все время бывают бокалы такие. Какие вот именно? Вот эти? Вот такие вот, да? Вот это вот как бы классический, классический бокал для шампанского. Для шампанского. Ну вот, кстати, очень любят пить из широких бокалов. Для того, чтобы пузырьки выходили. Те, кто не любит пузырьков, бросить шоколадку, и пузырьки пошли-пошли. Шампанское пьется из высоких бокалов, мартини пьется из таких бокалов. Так, а что? Для виски у нас понятно, для коктейлей понятно. У нас с вами осталось белое и красное вино. Белое и красное вино. Белое вино пьется из расширенных по сравнению с шампанским, но более широких бокалов. А красное вино подается именно в широком бокале. Чем это объясняется? Почему такая тонкость? Ну, из-за запаха. Из-за запаха? Все-таки более терпкое красное вино. Берется бокал за ножку, чтобы ни в коем случае его не нагревать. В случае с коньяком мы нагреваем, в случае с винами ножка именно для того, чтобы не нагреть напиток. Анна, расскажите, пожалуйста, как правильно чокаться, потому что иногда слушаешь, чпок получается какой-то, а иногда получается дзынь. Ну, потому что не нужно перекрывать звук ладонью. Держим за ножку. За ножку держим. Анна, большое вам спасибо за науку, друзья мои. Ну, а с вами нам пора распрощаться. Я, конечно, приглашаю вас сюда, в город Гусь-Хрустальный, вот именно на это предприятие, Гусьевской хрустальный завод, где вы сможете не только посмотреть, как это все производится, но и принять участие в вдувании, может быть, шарика, и, конечно, выберите что-нибудь себе здесь подходящее, для того, чтобы приехать домой с подарком, себе и вашим близким. Всего вам самого доброго, всего вам самого вкусного, экологически чистого. До новых встреч. Пока. Надо мной одно лишь небо, Справа были, а слева не были. Впереди, наверное, вечность, сзади были дорог. Я звоню тебе с вокзала, Неужели не узнала? Да, конечно, я. Нет, ненадолго. На денек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова